Сегодня вступила в силу и его должны освободить. Они говорят, мы все прекрасно понимаем, прекрасно понимаем, что его нарушаются права, но у нас есть бюрократия. Значит, высшеспециализированный суд выдал ухвалу именем Украины о том, что Шкурдай Олег Васильевич подлежит немедленному освобождению. И что происходит дальше? Дальше чиновники, бюрократы занимаются фактически волокитой, чем нарушают права человека. То есть Шкурдай должен быть сейчас же немедленно освобожден и находиться на свободе. Но, как рассказывают чиновники, говорят, что он может быть освобожден через 2-3 дня. Меня зовут Смоли Виктор Николаевич. Значит, у нас вот такой есть документ, да, ухвала имени Украины. Не, я понял, что он. Ну, смотрите, где говорит чек высшего специализированного суда. Тут у нас написано, смотрите, да, 20-го листопада, сегодняшняя, да, за побежный заход Шкурдай Олег Васильевича, скосуватый, спидвартый, сбильный, да. Ну, тут написано, что обменены и ухвала, да, и вырок штрафа справедного суда. Значит, у нас возникает вот такой вот вопрос. Смотрите, по закону этот человек сейчас немедленно должен быть освобожден. Я не знаю, по закону, да, но вы уже не понимаете. Понял, скажите, этот документ вышел в специализированного суда? Оля, вы этот документ получали в высшем специализированном суда? Вы понимаете, что я не могу вам не сказать, что бизнес в том суде, он выйдет. А вы на какой должности работаете? Специалиста по контролю. Ага, это у нас, какого слова? Это в Борисовском конаклоне специалиста. На данный момент мы к вам привезли бумагу. Человек незаконно продолжает пребывать по страже. Мы не имеем права приймать вот эту спорту с вас. Нас, ваши штуки, вот то, что касается деловодства, как пересечных граждан не должны интересовать. Вы понимаете, в чем ситуация? А вы понимаете, что я могу сказать, что я не знаю, это численно, это ухвала, вы сейчас в принципе взорваны. Наталья, смотрите, мы вас поставили до відома. У вас есть номер телефона, у вас есть... Пять годин. До кого мне звоните? Пять годин вечера. Ну, они котрі годинить пришли? А если завтра не выйдет какой-то человек, который регистрирует входные, то что получается, что выше закона, да, это закон, это имеет силу закона. Вот это ухвало имеет силу закона, как бы какой-то чиновник, который не вышел на работу. А как мне переверить и сказать, что действительно это висший специализированный суд, да? Ну, то объясните мне. Да, нет вопросов, смотрите, тут есть номер проведения криминального, по номеру криминального проведения они просто его поднимают и говорят, что была такая вот поле, не была. И вам отправляют... Вонок прошел надходить до управления. Ну, не, Рочи, вы прекрасный человек, вы очень хорошая девушка. Я вас умею, я вам скажу, я смела. Олег Васильевич Шкурдай с удовольствием вот это время сегодняшнее, да, с вечера до утра, провел бы дома, отдохнул бы дома, поскал бы, принял бы душ, тепленько оделся бы, покушал бы и сытно, и чувствовал бы себя прекрасно. Я уверен, что если ему сейчас сказать, что он пойдет домой, то он пешком согласен, что будет идти на Киев. Поэтому я вас прошу, если что можно было, вжиты усих, может, в законе направленных на то, на те, чтобы его звенны, чтобы он пришел до дома. Для того, чтобы человека освободить из подстражи, где написано «негайно звенны ты», для этого документ с высшего специализированного или с апелляционного состава должен прийти по почте в управление, а управление потом на свое, как бы, как оно посчитает нужным, и они пришлют через три дня. То есть человек, который подлегает негальному звеннению, будет освобожден, ну, как бы, минимально через три дня. А, так, был начальник на месте, когда вы привезли этого упала? Нет, не было. Уже не было. То есть, фактически, в рабочее время, до 5 часов, начальника уже не было на месте. А в рабочий час до 5 часов. Вы без 15-ти приехали? Нет, не без 15-ти. Вы сказали, без 15-ти? Было 4, даже не без 5-ти, а без, ну, почти 5 часов, 5 годин было. Наталья Васильевна, дорогая моя, я очень вас уважаю. Я практически уже в вас влюбился. Но я могу вам сказать следующее, что человеку на то, что кого-то нет, какого-то чиновника нет на месте, он хочет домой. И закон ему это позволяет сделать. Более того, есть сила закона, потому что эта ухвала, это высшая специализированность. А я не могу ему сказать, что это действительно высшая специализованность суда. Смотрите, какая сейчас ситуация? Ситуация следующая, что из-за какой-то группы непонятной чиновнищей переписки человек, который должен находиться на свободе, будет сидеть в колонии. Суды никогда, ни за что не несли ответственность. И эта круговая порука, как существовала в советские времена, так она продолжает существовать и сейчас. И что мы имеем на сегодняшний день? Нам и здесь, и спецотдела, сотрудник, рекомендует отправиться обратно в высший специализированный суд для того, чтобы они там что-то еще доделали. Скажите, господа, почему я, образованный человек, адвокат, должен бегать непонятно куда, для того, чтобы доделать документ высшего специализированного суда? Может мне пойти туда устроиться с судьей высшего специализированного суда? И я действительно буду контролировать своих сотрудников, вдавать нормальные документы? Шаново, выключите? Да? Да, камеру выключите. Что выключали? Да, дозвол на проведение видеозъемки. Мы документ вам принесли, и человек подлежит негайному освободению, так? Да. Документ, каким образом он сюда попал? А мы его на руки получили? А вы можете… Лkraft ¿ В sont? В Sic held cash Что вы можете onto Marte? Как вы можете вот эти документы привозить наручeu? А вы ктоician? Я виконующий обовязки першого заступника на czyli везде установок. О, я адвокат Смоліє видите такой. Ну вы виконuje обовязки першого заступника. Вот, первый заступник. Д committee, я�면 вам официально зачитаю aparecer, как ончик под Baslem? Как conseľ? Проценко, Игорь Миколаевич. Проценко, Игорь Миколаевич. Значит смотрите, Игорь Миколаевич, я вам ставлю официально движение, что за побежный захищу Хордаю Олегу Васильевичу скасовать из-под варты, это вынесено, принято сегодня в Украине, судьями Франтовской, Лагнюк и Тельниковой. Официально. Мы требуем немедленно его освободить из-под стражи. Вы приедали в государственную структуру. Так разбирайтесь между собой сами. Так как вы на этих подставках, мы должны быть из-за бюрократических ваших проволочек и недоработок, а наших? Конечно, это ваши. Это вы не можете построить коммуникацию с высшим специализированным судом. Из-за ваших проволочек страдает человек. Вы же мне свое не даете в руки, правильно? Конечно, нет. Просто, чтобы... Почему из-за ваших бюрократических проволочек, из-за ваших проволочек, из-за ваших бюрократических проволочек, человек страдает, должен сидеть сейчас. Я имею право, читайте. Можно задать вопрос? Вы даете даже, у него открыт, здесь есть запуск, потому что у вас не будет таких техничных запуск. Вот, в специфике, вы не можете... Я же ничего секретного... Вы скажете, что вы на противник суду. Так же самое я вам помедляю на противник суд. Остались вот эти советские устои. Он говорит, а какая инструкция может нарушать права и свободы человека? Никакая. То есть закон превыше всего. На сегодняшний день вот это имеет силу закону. Они еще не сказали, что оно должно отправиться в виконавчую службу, в виконавчую службу должно открыть виконавчое проведение, надеслати сюда виконавца, который будет... Зобовязывать. Да, зобовязывать, отчинить затворы. Сейчас мы все отправляемся в прокуратуру Бориспольского района, Киевской области, пишем заявление, что человека немедленно отказываются отпустить из-под стражи. Вот документ официальный, который вы там свидетельствует. То есть вы видите? Все.